Привет, ребят! Меня всё по-прежнему зовут Зак, и я рад вас всех приветствовать на своём очередном видео по игре Принцов Пёржи The Two Trones. Ну или же как-то так. Переводится это как Принц Персии, два трона, ну или же два стула, или же два пенсионерских унитаза. Как я это раньше называл? Да как только не называл, ребят. В общем-то, традиционно, 15 марта я захожу в эту игру уже на протяжении целых трёх лет. Ежегодно, ребят. Ежегодно и традиционно. Первый раз я заходил в эту игру 15 марта 2021 года, и записывал с веб-камерой эксперименты, и делал это впервые, кстати говоря, с веб-камерой. Это было моё одно из самых первых видео с веб-камерой отснятое. Именно вот видео по Принц Персии The Two Trones, 15 марта 2021 года. Я вот зашёл в эту игру, и как раз впервые начал снимать с вебкой. Потом я ежегодно повторил это 15 марта, но уже 22 года. Я точно так же зашёл в Принц Персии, но на тот момент времени у меня уже всё-таки появилось некое расписание публикаций. В 22 году ролики публиковались через день, и, соответственно, предыдущее видео выходило 14 марта, поэтому в игру я зашёл 15 марта, а видео опубликовал 16 марта 2022 года. И этот видос вы тоже увидите 16 марта, потому что следующее видео у меня должно, по идее, выйти 16 марта, а не 15. Так как предыдущее видео выходило 13 марта. Надеюсь, меня сейчас ничего отвлекать не будет, потому что меня уже напрягает жужащий вечно комп, вечно жужащий компьютер. И, ладно, он ещё сейчас не поскрипывает, он порой издаёт такие дичайшие звуки, что это просто невыносимо, ребят. Вот сейчас-то меня уже подбишивает, я знаю, как это исправить, но просто мне лень сейчас вот всё это вскрывать, убирать там кое-чё, и вообще этим заниматься. Тем более, что сроки поджимают. Ребят, сегодня 15 марта, уже 23 года я традиционно захожу в эту игру, но, наверное, делаю это в последний раз. То есть уже традиционно в 24 году заходить я в эту игру не буду, к сожалению, или, может быть, к счастью. Но зато есть и положительные новости, радостные новости. У меня отпуск прямо сейчас начался, как вы знаете, я год назад устроился на работу, с тех пор вот уже работаю целый год, и, соответственно, у меня наконец-то начался отпуск. И во время этого отпуска я планирую отснять дохренища контента по игре «Принц Перси 2 Трона». Столько контента, что потом очень долгое время, на протяжении, наверное, всего 23 года, его периодически публиковать. Я это сделаю, и, соответственно, уже к 24 году, скорее всего, в марте заходить не буду в неё. Так что вот, самое главное то, что сегодня 15 марта 23 года. У меня немножко изменилось расписание публикации, видосы сейчас выходят не через день, как год назад, а через три дня. Но, в любом случае, как бы следующее видео по срокам должно выйти 16 марта. И, в принципе, год назад я хоть и заходил точно так же 15 марта, но ролик опубликовался 16 марта. И сегодня этот видос тоже выйдет 16 марта, хоть я и записываю его 15 марта. Так что, ребят, традиционно заходим в «Принц Перси 2 Трона». Еле как в неё зашёл, на самом деле я вроде бы ничего не менял, вроде бы ничего не устанавливал, не переустанавливал, и никак не корректировал какие-либо настройки, параметры и так далее. Тем не менее, в игру у меня зашло не сразу. Я вроде бы запускаю эту игру, как бы нажимая на ярлык, причём как с рабочего стола, так и со Стима. Я пытался запустить. Вроде бы пишут, что я уже зашёл в игру, и прямо сейчас она у меня запущена. По крайней мере, в Стиме написано, что я прямо сейчас нахожусь в игре «Принц Перси 2 Трона», она у меня как бы запущена. Но на практике она у меня не запущена. На практике, да ничего не произошло. Я вроде нажал на ярлык, и типа, и ничего. Я могу зайти в браузер, послушать музыку, посмотреть какие-то видосы, запустить какую-то другую игру. Но может быть не в Стимовскую, потому что если я запущу какую-то другую Стимовскую игру, всё-таки, наверное, будет написано, что я типа в «Принц Перси» сейчас, и поэтому не могу запустить, ну, допустим, «Контер Страйк» или «Папк», неважно. Типа потому, что я в «Принц Перси». Хотя, на самом деле, она не запущена. Мне приходилось восстанавливать целостность кэша. Мне восстановили целых 65 файлов, но я уверен, что это просто мне снесли русификатор. У меня Стимовская версия «Принца Перси», лицензионная, да, получается, из Стима. Стимовская версия «Принц Перси», она без русификаторов. Она не предоставляет русский язык. Нету оригинального русского языка. К этой игре его надо качать отдельно с каких-либо сторонних ресурсов. И поэтому я уверен, что, восстановив целостность кэша, мне просто снесли к херам собачьим русификатор. Но, тем не менее, даже это не помогло. Я еле как запустил игру, только её удалив и переустановив. И на этот раз, уже удалив и переустановив её, знаете, как она теперь запускается? Я нажимаю на ярлык и жду где-то минуту. И только после этого она запускается. Вот реально, мне целую минуту надо ждать после того, как я нажал на ярлык. Это какой-то кошмар, ребят. Но ничего не поделать. И вообще, почему-то я вот сейчас зашёл, да, делать не понимаю, что это за фигня. Почему вот я мышкой не могу елозить, так скажем, по всему экрану? Не знаю, видно вам это или не видно, но вот это предел, смотрите. Я вот туда дальше мышку передвинуть не могу. Ну, в общем, вы сами видите, что происходит. Ладно, давайте уже зайдём. Кстати говоря, несмотря на то, что игру я переустановил, я всё-таки зашёл в папочку с сохранялками и эту папочку перенёс на рабочий стол. А потом с рабочего стола перенёс обратно в папку с игрой и, в принципе, сохранения у меня остались. Но их тут немного. Я, судя по всему, дошёл вот буквально до той сцены, где убивают Кайлину. Всё. Год назад вот я тут играл, смотрите, ровно год назад. Получается, что 15 марта с 5 вечера где-то вот до 7 вечера заходил, снимал какой-то контент. Ну, скорее всего, я раньше зашёл в эту игру. Это именно сохранения у меня были записаны в это время. А в игру-то я заходил раньше по-любому и записывал её раньше, наверное, в начале дня. По крайней мере, сегодня я точно делаю это в начале дня. Пока что солнце ещё где-то там, я вот шторками его прикрыл. Но уже очень скоро солнце будет светить прямо на меня, прямо на экран. Мне нихрена будет не видно и меня тоже будет не видно. Как бы на веб-камере всё будет засвечено, это не очень круто. Но ничего не поделать, ребят, поглядим. Сегодня, знаете, вот к чему посвящён вот этот первый видос в этом году, в 23-м, по игре Принц Перси Два Трона. В общем, я снова собираюсь показывать вам баг с ножом, с пропуском ножа. Да, попробуем его пропустить. Я покажу, что будет, если не подбирать нож и пропустить сцену с подбиранием ножа. Немножко пройдём игру без ножа. Но самое главное, что я хочу как бы показать, самое главное-то. Не просто баг с пропуском ножом, а ещё один баг. Вот это вот, пожалуй, самое ключевое. Вы, возможно, видели, а, возможно, не видели, значение не имеет. В любом случае, я вам сейчас ещё раз покажу, да? Тот баг, который я показывал вам в 21-м году с пропуском ножа. Ну и, конечно же, сам его попрактикую. Вот, но самое главное, я покажу ещё один метод. Вот это самое главное. Я покажу ещё один метод, как можно пропустить вот эту сцену с подбиранием ножа. То есть, как бы, в сегодняшнем ролике я покажу целых два бага с пропуском этого ножа. Попробуем его не подбирать. Ну и, как бы, вы увидите, что будет. Если вдруг не смотрели, или даже если смотрели, но, допустим, о втором баге не знали. Я, кстати, и сам о нём не знал. Узнал вот только что, как бы недавно, получается. Опять при помощи Ютуба. И самое главное то, что я этот баг даже ещё не практиковал. Но я уверен, что у меня получится. Ну как уверен? У меня первый-то баг, который я вам уже показывал, порой и получается не с первого раза. Но получается. Самое главное. И, как бы, сейчас то же самое. Я думаю, что с первого раза, может, у меня и не выйдет. Но, как бы, немножко попрактиковавшись, на второй или третий раз должно получиться. Я сейчас, ребята, если что, при монтаже звуки приглушу, чтобы они меня не перебивали. Я думаю, что вы уже видели эту сцену, которую, кстати, не пропустить. Я бы с радостью, но её не пропустить. Поэтому придётся её посмотреть. Звуки я приглушу. Как бы, не стану их вам включать. Потому что, ребят, вы ещё не раз увидите эту сцену в этом году. А знаете почему? Ладно, небольшой спойлер. Я сказал то, что будет очень много контента по Принц Перси 2 Трона в этом году. Но что я собираюсь снимать? Ребят, вы удивитесь. Но я собираюсь снимать прохождение этой игры. Да, в 23-м году. Такой вот старенькой игры 2005-го года. Ещё раз напоминаю, что у меня отпуск. И почему бы и нет. Но помимо прохождения, всё-таки я спешу вас не так сильно огорчать. Есть и положительные новости. Помимо обычного прохождения, будет, конечно же, и тонна уникального контента по этой игре. Который на Ютубе где-либо вы ещё вряд ли встретите. Что ж, вот она запускается. Игра сама. Сейчас мы будем уже играть. Это завершительная сцена перед геймплеем. Так сказать. Отсюда слышу уже какие-то объяснения. Но, кстати говоря, наверное, для этого прохождения Принц Перси мне надо будет купить другие наушники. У меня как бы есть нормальные наушники. Вот такие, да? В которых я постоянно сижу. Там ролики монтирую. На Ютубчике залипаю. Вот. Но дело в том, что для их подключения нужен USB-порт. А для подключения веб-камеры нужен тоже USB-порт. И поэтому, как бы в обычное время, когда веб-камера мне не нужна, я её отключаю и подключаю наушники. Сижу, монтирую там что-то, смотрю на Ютубчике. И как бы пользуюсь вот этими нормальными наушниками. Удобными, да? А во время записи мне нужна как бы веб-камера. И поэтому эти наушники приходится отключать, чтобы освободить USB-порт. И, соответственно, надо, чтобы звук-то хоть где-то был. И поэтому я подключаю вот эти наушники. Так как для их подключения нужен не USB-порт, а как-то там 3.5-джек-порт. Он как-то так и называется. Но, кстати, я вот сейчас недавно сообразил, что, блин, а почему я уже на протяжении нескольких лет туплю? Я же могу купить как бы не вот такие маленькие наушники, а почти такие же. Ну, даже не почти, а точно такие же, но не с USB-портом. А с вот этим вот 3.5-джек-подключением, скажем так, да? Вот. И, в принципе, на видосах как бы могу сидеть каждый раз в нормальных наушниках. Твою мать! А не вот у этих маленьких, которые каждый раз приходится одевать, снимать, одевать, снимать для удобства. Иначе, если я их одену, то я сам себя слышать не буду. Меня постоянно будут перебивать, и всё на свете. Ребят, я надеюсь, вам это не мешает. Это знаете что? Это вот прямо сейчас, это ещё на самом деле цветочки. Прямо сейчас это гудит жёсткий диск. Кое-какой, один и единственный в моём компьютере. Вот его бы отключить, и всё будет в шоколаде, так сказать. Всё будет как по маслу. Ну, там, конечно, есть ещё кое-какие дефекты в компьютере. Но они то появляются, то пропадают. Но вот этот дефект, он уже... Он меня уже доконал, если честно. Но мне просто лень вот прямо сейчас, перед записью, разбирать компьютер, тестовать оттуда диск. Но я это сделаю. Я по-любому это сделаю, по крайней мере, перед прохождением Принца Персия. Вот сейчас хотя бы отсниму парочку видосов. Может быть сегодня, кстати. Это может быть даже сегодня будет. Скажу за наушниками, для полного прохождения игры Принца Персия. Да, подготовлюсь как следует. Твою мать! Я уже думал, я сейчас умру. Давненько я уже не играл. Смотрите, у меня аж даже не получается. Что-то да не получается. Просто банально пропаркурить. А в общем, скажу, наверное, в ДНС за наушниками. Куплю их. Приду, вот это вот уберу из компа, чтобы вам не мешало, чтобы всё было чики-бомбони, как говорится, да. И уже буду начинать полное прохождение. Будем просто проходить игру Принца Персия 2 Трона. Вот эту вот легендарнейшую игру. Игру детства 2005 года выхода. Будем перепроходить её. И попутно, ребята, мне будут приходить какие-то идейки в голову, которые я буду тут же реализовывать. И получится, что у меня будет просто тонна видосов по Принцу Персии, как с обычным прохождением. Может быть, кому-то и это будет интересно посмотреть. Так, и соответственно, с каким-то уникальным контентом, как вот, например, вот это видео. Под уникальным контентом я имею в виду всякие баги, секреты, эксперименты те же самые. И так далее. Напоминаю, что у меня, например, есть ещё мод на перемещение камеры. Прямо сейчас я его не активировал, но могу в любой момент это сделать. А ещё я видел, что в интернете вроде бы появился ещё какой-какой интересный скриптик. И когда на работе лазил в Ютубе по запросу Принца Персия 2 Трона, заметил какой-то видос, мне порекомендовали, где чувак при помощи какого-то скрипта, не знаю, что за скрипт, но он в любой момент, прямо в начале игры, может превратиться в Тёмного Принца. Вот это дела. Вот это охренеть можно. Интересный скриптик. Я бы, может быть, даже хотел бы и его скачать, и, может быть, и с ним что-то попробовать отснять, да? Было бы неплохо. Поглядим, ребята, поглядим. Будет, ещё раз говорю, много интересного контента в этом году. Но пока что надо хотя бы начать что-то снимать, да? Вот сейчас я покажу вам баг с пропуском сцены, где Принц подбирает каждый раз по скрипту нож, по игровому скрипту. И вот как это делается. Блин, наверное, мне придётся запись сейчас сохранить и вертикальную синхронизацию отключить. Я отвечаю, ребят, когда у вас тут 250 FPS, 260, 240, осуществить этот баг практически нереально. Сами видите, что происходит, да? Сколько бы раз я не пробовал, это очень тяжело. То есть осуществлять этот баг надо только с ограничителем кадров. Потому что даже если я сейчас перепрыгну через вот этот забор, то высока вероятность, что Принц просто грохнется. Он не пробежит по стене. Так что, да, ребят, ладно, всё, сохраняю запись и включаю ограничитель кадров. Окей, ребят, у меня прямо сейчас ровно 60 FPS. Накаркал. Ровно 30 почему-то. И немножко просил голос. Да. Я не знаю почему. Вот почему у меня не 60, а ровно 30. Только что было 260 FPS, включил ограничитель кадров. Нет, чтобы выставить ровно 60, мне каждый раз выставляют ровно 30. Поэтому будет не очень плавно. Я уже чувствую, что, блин, капец дискомфортно. Но вот то, про что я имею в виду. Вертикальная синхронизация. Ребят, если хотите повторить эти баги, которые я сегодня буду вам показывать, то обязательно включайте вертикальную синхронизацию, чтобы у вас тоже было 30 или ровно 60 кадров. Если я сейчас записи прекращу, будет 60. У вас тоже, скорее всего, будет 60, потому что игрушка капец старенькая. Но во время записи все-таки идет никакая-никакая нагрузка на компьютер. И хоть мой компьютер и позволяет мне записывать в 60 FPS эту игру, но выставляется ровно 30. И вот при таких раскладах сейчас осуществить этот баг будет очень просто. Наверное. Давайте пробовать, по крайней мере. Должно что-то рано или поздно получиться. О! Ну, почти. Почти, ребят, на нас уже даже сагрился стражник. Так, тут еще видите, в чем дело? Очень важно не только вовремя отпускать правую кнопку мыши. Очень важно еще также направлять ракурс как-то. Как-то его направлять. Как-то так, чтобы у нас все получилось. Кстати, я же вроде бы не пил из фонтанчика воду. Что за чертовщина? А что с сенсой? Почему я елозить мышкой нормально сейчас не могу? Клавиатура, управление. 65 скорость. Какого хрена? Так. 70 я даже выставил. Что за дела? Ребят, что за фигня, блин? Я мышкой нормально елозить не могу. То есть, чувствительность мыши как будто бы выставилась вообще на десятку, а не на 70, как только что было. Ну, было сейчас только что на 65. Ну, такое ощущение, как будто оно вообще выставилось на десятку, блин. Если у меня сейчас долго будет не получаться, я все это обрежу, конечно же, при монтаже. Покажу уже момент, когда у меня получилось. Да уж, ребята, ну это просто какой-то кошмар. Что за чертовщина? Так. О, во, во, во. Все. Отлично, ребят. Все, даже обрезать ничего не придется. Я еще раз показал вам баг, который показывал 2 года назад. Но, возможно, вы новый подписчик. И вот это вот предыдущее видео двухлетней давности с этим багом не смотрели. Вот я вам еще раз это все показал. У меня, кстати, ровно 60 фпс прямо сейчас. А нет, уже ровно 30. Каждый раз фпс скачет. Вот прямо сейчас 60. Ровно 30. Ровно 60. Так. Так, ровно 30. Ну, в общем, фпс постоянно скачет. И, кстати, смотрите наверху. Тут нету стражника. Он исчез. А, стоп. Вот он. Офигеть, можно. Он заранее сагрился. Воу. Воу, дружище. Воу, воу, воу. Пожалуйста, отстань от нас. Ребята, бежим. А что если будет вот... Что будет, если я только после того, как сагрил его на нас, запущу сцену? Давайте попробуем. Типа вот... Типа вот. Она уже запустилась. Почему? Всякий раз, когда я попадаю в беду, у меня в руках не оказывается хорошего меча. Ладно, это лучше, чем ничего. What the fuck? Что за чертовщина? Ну, короче, вот что будет. Ребята. Я показал вам, как можно эту сцену с ножом пропустить. Вот этот вот баг с пропуском ножа. Я вам его еще раз показал. И вдобавок, после осуществления этого бага, я еще и показал, что будет, если сначала согреть стражника, а только после этого все-таки сцену запустить. И нож подобрать. Давайте даже сейчас попробуем... Посюда пойти обратно. И я покажу вам второй баг сходу. Пофиг, что у нас уже нож есть. Представим, что мы его не подбирали. Ребят, представим себе такую ситуацию, что мы его не подбирали. Кстати, куда делся этот стражник? Неужели он добежал до лестницы и просто там встал наверху? Типа, да, стражники, конечно, по лестнице тут не умеют крапкаться. Но где он? Давайте посмотрим. Может, он исчез? А, вон он. Ребята, он, видимо, дальше вот этой территории не может бежать. Вот он. Подбежал к нам. Давайте защитимся. И все, вот здесь вот он замирает. И у него тут какая-то, видимо, недоступная область. Это, конечно же, нам на руку. В общем, спускаемся. Представляем, что нож мы не подбирали. И тут существует еще один баг. Смотрите. Обычно я показываю, как пропустить нож вот только посюда. Типа, вот так вот я как-то вот пробую, да? Давайте даже, может быть, еще раз попробуем. Так, я и думал, что зря это делаю. Капец. Ну, да ладно. Ну, зато сейчас даже представлять ничего не надо. А, нет. Игра зафиксировала то, что нож мы подобрали. Стоп, а сцена сейчас будет? Прикиньте, нам еще раз сцену запустят. Нет, сцены уже нету. Странно, почему нас телепортируют сюда перед сценой, но как бы сцены уже не запускают. Типа, у нас уже нож. И вообще я должен был появиться у фонтана. Но я даже не сохранялся, если что. Почему я в тот раз появился у этого фонданчика? Это все странно. Вы это видели? Я при монтаже вам покажу. Что за дела? Что за фигня, блин? Ну, ладно. Пытаемся не обращать на это внимания. Ребят, второй бак уже находится вот здесь. Обычно я вот посюда пропускаю сцену с подбиранием ножа. Вот как-то так. Ну, снова не выходит. Я, в принципе, вам это показал в сегодняшнем ролике. А второй бак, о котором я еще недавно и сам не знал, он находится в этом же месте, но пробегать надо уже не по этой стеночке, по которой я только что пробовал, а вот по этой, ребят. Смотрите, как это происходит. Я, на самом деле, сам не пробовал. Я в интернете видел, что люди могут. Значит, я тоже смогу. Но я не практиковал. Сейчас попробуем, ребят. Суть в том, что существует еще и второй бак. И его я еще ни разу не показывал, а надо бы. Надо бы показать. И, соответственно, и самому тоже попробовать, в первую очередь. И в первую очередь самому тоже попробовать. Типа вот как-то... Ребят, я неправильно делал. Я только что пересмотрел этот баг. И знаете что? Понял. Я просто по старой памяти это делал. Я давно смотрел этот баг. Узнал о существовании этого бага. И, соответственно, моя память немножко извратила этот баг. И я думал, что надо просто вот так вот пробежать по стеночке. И все. И он, соответственно, рано или поздно как-то обойдет эту балку, зацепится за эту стену, пробежит. И, соответственно, надо будет отмаркурить от этой стены и приземлиться. Тем самым приземлиться вниз. Тем самым пропустив сцену с подбиранием ножа. Но нет. Знаете, как на самом деле осуществить этот баг? Получается, что даже проще, чем предыдущий. Надо просто отпаркурить сначала от этой балки на противоположную стену. Вот так вот. Оп. А потом от этой стены запаркурить вот на эту балку. И уже от этой балки просто пробежаться по стене. То есть, по идее, так-то это должно быть даже легче. Но пробуем. Типа вот. Я пробую, и нихрена не выходит. Но я до этого, кстати, ни разу не пробовал. То-то я и думаю, что-то у меня вообще нихрена не выходит. Я вот все пробую, пробую, пробую. Сейчас пересмотрел еще раз этот баг. Нашел его в ютубчике. И понял, что я все это время неправильно делал. Делать надо как-то вот так вот, смотрите. Оп. Так. Паркурим. Что-то ни хрена не вышло. Блин, ребят, ну почти опять же. Да что ж такое-то, да, твою мать. Ребят, я забыл, кстати, сказать кое-что очень важное. Когда мы, собственно, запаркуриваем на эту балку и начинаем пробегать по стеночке. А в последний момент нужно от нее вот так вот отпрыгнуть. Вот так вот. Ну, кстати, у меня сейчас нож, я не знаю, это честно вообще или нет. Так-то это надо все делать без ножа. Ну, давайте попробуем сначала вот как есть, да. А потом, может быть, я нож уберу и сделаем все то же самое, но без ножа. Так, ладно. Да, твою мать, я опять в последний момент не успел ни хрена. Я вроде кликнул что-то, но ничего не произошло. Бу! Почти! Ребят, я даже сейчас загрузил сохранялочку, где у меня ножа все-таки нету. Вот эту вот сохранялочку самую первую. У самого первого фонтанчика. Бастион называется, сохранялка. Что ж, ну, это локация, потому что порт. В общем-то, пробуем. Так. Опять ни хрена не вышло. Самое главное то, что надо делать это все не торопясь. Типа вот мы зацепимся, да, сейчас на эту балку, и не надо тут же разгоняться. По этой стеночке. Типа потому, что он должен как-то вот подзамедлиться. Когда мы вот бежим по стеночке, да, он не должен пробежать вот так вот вдоль, поднимаясь наверх. Он должен немножко приспуститься, чтобы не умереть. То есть вот как-то вот так вот. Он уже должен начать спускаться. Видите разницу, да? Типа если зажимать правую кнопку мыши, он постоянно поднимается вверх. А нам надо, чтобы он пробежал по стеночке и немножко уже начал спускаться вниз. Это все надо делать сосредоточенно. Вот так вот. Ну сейчас он вообще просто грохнулся. Еще раз пробуем. Типа вот примерно как-то так. То есть надо, чтобы он чуть-чуть приспустился. Вот, я зацепился. Но ни хрена. Во, ребят, все. Я это сейчас сделал максимально сосредоточенно. То есть приподнялся на балку до того момента, когда принц уже начал бы воспроизводить анимацию того, что бежать дальше он не может. И в этот момент, самый последний, я отпрыгнул на противоположную сторону. Потом отпрыгнул сюда. Зацепился и вовремя перестал что-либо нажимать. Отлично. Все, мы на балке. В этот момент надо пробежать по стеночке, но не добегать до самого конца, а где-то на середине уже отпускать правую кнопку мыши. Жать левую кнопку мыши уже надо. Это удар. Вместе с Е. Чтобы у принца воспроизвелась анимация удара в прыжке. Пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Главное не зафейлить. Ммм, да уж, да уж. Че у него ни хрена не воспроизвелось? Я же вроде нажимал. Капец. Так, ладно. Пробуем сходу повторить все по инструкции. Встаем сюда. В последний момент отпрыгиваем, но ни хрена не выходит. Ладно. Еще раз. Так. Так. Почти. Ну, сейчас я уже точно вижу, что ничего не выйдет. А, ни хрена. Ладно. Да блин, а почему? Потренируем эту анимацию вот здесь. Странно. Типа, может быть, надо что-то другое нажимать? Не Е. Может, просто прыжок надо-то и все нажать? Че я туплю-то? Давайте попробуем, ребят. Во! Да, блин, уже вроде все вышло, но я умер. Я нажал прыжок и Е, вроде вот так. Не левую кнопку мыши, потому что, да, я понял, почему эта анимация не воспроизводится. У нас же нет оружия. Если нажать на левую кнопку мыши и Е, то принц отпрыгнет от стены и как бы начнет кружиться, ударяя тем самым. Кружится в воздухе, тем самым ударяя, ну, противников, да, которые должны тут типа быть. Вот, но видите, он сейчас не воспроизводит эту анимацию, потому что у него нет оружия. И, соответственно, давайте попробуем нажать пробел и Е. Во! Тогда получается, смотрите, надо нажимать не левую кнопку мыши, а когда нет оружия, надо нажимать на пробел и Е. Короче, нам нужна вот эта вот анимация. Вот так вот нам надо сделать. Блин, не то. Пробежаться, начать опускаться. Пробежаться, начать опускаться и вот так вот отпрыгнуть. Для этого надо жать правую кнопку мыши, где-то на середине ее отпустить, чтобы принц начал приспускаться. А потом вот уже, ну, слишком рано тоже не надо отпускать, а то вот что будет. А потом уже жать Е с пробелом. Во! И тогда все получится. Let's go! Так, а теперь делаем... Блин, я опять жму Е вместе с левой кнопкой мыши. Твою мать! Так. Окей. Да, блин, я просто нажал пробел. Да, что такое? Во. Так. Окей. И вперед. Слишком рано. Слишком рано я нажал пробел Е. Я даже по стеночке, то есть, не успел пробежать. А только начал бежать и тут же пробел Е, пробел Е. От паники какой-то, я не знаю. Перенервничал. Опять что ли рано нажал пробел с Е. Надо прям в самый последний тайминг это делать. Какого хрена? Какого хрена? У partenstack точно ни разу не было. Да. Не могу. Какого бежа точно ни разу не было. Нет. Офигеть. Офигеть. Я так устал, я реально вспотел, это было очень потно. Ах да. О господи, получается что этот баг кстати бессмысленный. Пользуйтесь первым багом, всегда. О господи, не знаю зачем вам это надо, но пользуйтесь только первым багом. К черту этот второй баг, ребят. Я вам его показал, но никогда его не осуществляйте. Вы только посмотрите как это тяжело, а? Мне аж поплохело, вот честно. Твою мать, давайте еще раз я попробую. Напоследок. Это вообще реально? Вот я только что вроде сделал, да? Но я сам себе не верил. У меня реально получилось? Не пропускайте дальнейшие ролики по игре Принсперсия 2 Трона. А я пойду, полежу немного, а то что-то мне реально стало плохо. И да, не повторяйте этот баг, никогда. Мне реально поплохело. Всё, я пошёл. Всё, я пошёл.